Китай вошел в очередную фазу кризиса. Насколько сильна данная угроза? Об этом мы сегодня общаемся с Игорем Макаренко из Института эволюционной экономики. Игорь Петрович, спасибо, что согласились с нами пообщаться. Говорим в этот раз о Китае, ведь страна многое делала для того, чтобы избежать кризиса, в частности, укропнение государственных компаний. И речь шла о том, что будет отпущена национальная валюта, будет свободный курс. Но, судя по всему, не помогло. Насколько глубокий кризис тот, который мы видим сейчас в Китае? Да, вот то, что касается в реальном секторе экономики, то это уже, конечно, вызывает серьезную тревогу, потому что в данном случае мы наблюдали индикаторы, ведущие к этому кризису, и замедление деловой активности, которая наблюдается на протяжении всего нынешнего года. Несмотря на то, что вроде бы как идет некоторое улучшение этой деловой активности, но опять-таки улучшение из низкого состояния, в низком состоянии, то это на самом деле всего лишь навсего колебания на уровне. А с другой стороны, то же самое темпы прироста валового внутреннего продукта, внешнее потребление, серьезные проблемы с внутренним потреблением, проблемы с развитием северно-западных областей, они неизбежно будут сказываться на экономике Китая. Поэтому преодоление вот этих проблем, плюс к этому мощнейшая строительная индустрия, строительная отрасль, которая обеспечивает строительством не только Китай, но и становится строительной площадкой всего мира, если она начинает замедляться, то это уже будут ощущать не только сама китайская экономика, но и, в общем-то, так как она драйвер роста, то и другие какие-то регионы тоже. Ведь мы фактически год назад, в феврале месяце, даже больше, чем год назад получается, когда был практически дефолт Народного фонда благосостояния, говорили о том, что в Китае возможен кризис, потому что также американские аналитики заявляли о том, что страну ожидает глубокий кризис, и мы об этом сами упоминали. Китай обладает самыми высокими валютными резервами в мире, и в крайнем случае, конечно, все зависит от того, какое количество валютных, ликвидных резервов есть, но во всяком случае у Китая есть подушка безопасности, которую он может применить, которую не могут применить и не могли бы применить другие страны. В-третьих, в конечном итоге, при таких уровнях монетизации, в крайнем случае, может напечатать деньги Народный банк Китая, и чего-то особенного здесь таким образом может и не произойти. Нет, оно произойдет в будущем, но таким образом кризисные процессы пролонгируются во времени, отодвигаются на какой-то более длительный период. Нельзя не принимать в расчет, что в данном случае, если идет развитие управления, одновременно с этим часть регионов недостаточно развиты. То есть в том же самом Китае на сегодняшний день очень серьезно развиты регионы, которые ближе к побережью, либо центральные районы, и недостаточно развиты в том числе и в инфраструктурном отношении, то, что касается Запада, Севера и так далее. И это не может не сказаться, рано или поздно возможности упираются в возможности, возможности управления упираются в возможности развития, возникает кризис, и этот кризис должен открыть новые возможности, снимая противоречия между центром управления и реальным сектором экономики. Вот здесь мы очень часто говорим интуитивно о том, что государство не должно вмешиваться в эти процессы. И я разделяю точку зрения тех всех ученых и людей, которые так говорят. Почему? Потому что в данном случае необходимо дать возможность не столько рынку, сколько вот этому свободно формируемому командному центру, то есть не просто рынку, а рынку финансовому, валютному рынку, осуществить выбор тех векторов развития, которые характерны конкретно для данной экономической системы. Опять-таки мы не можем игнорировать тот факт, что рано или поздно наступает период, когда есть кризис, и пока еще государство и Центральный банк являются безальтернативными регуляторами в антикризисной политике. Разбалансировка, насколько я понимаю, разбалансировка командного центра, назовем его тогда, финансового рынка, и реальной экономики, которая была у нас в Китае, я имею в виду разбалансировку, к каким результатам это привело? Опять-таки на языке цифр, как определить, что является для нас основным индикатором того, что в Китае кризис, и этот кризис является глубоким, поскольку если смотреть на показатели традиционно ВВП, то какой это кризис? Это, скажем так, обывателю покажется, что на самом деле. Да, то есть мы говорим, с одной стороны, о кризисе, и если мы видели кризис, допустим, в Украине, то это минус ВВП, минус 15, минус 10 процентов. Если мы говорим о кризисе в Европе, то мы опять-таки говорим о каких-то отрицательных значениях ВВП. А здесь мы говорим о кризисе, а здесь в плюсах плюс 7, пока еще. В плюс 7. Какой же это кризис, если мы имеем плюс 7? Поэтому я бы назвал бы кризис великим архитектором развития экономической системы. Кризис – это совершенно не обязательно, что ВВП падает до минусовых значений. Кризис – это индикатор тех векторов, которые показывают, вот здесь есть какие-то проблемы, и именно здесь будет развитие. Если формализировать наши знания о кризисе в Китае и вместить их в определенную модель, условно говоря, предоставить эту модель Центробанком, насколько вероятно, что эта модель будет применима и позволит управлять кризисами? Я думаю, что она может быть достаточно эффективна, но при этом может встретить и определенный скепсис. В чем он может заключаться? Дело в том, что любая экономическая система уникальна. Несмотря на все ее общие схожие черты, ее схожая структура, что у нас есть макроэкономический сектор, у нас есть государственный сектор монетарный, валютный, фискальный, то есть есть реальный сектор экономики, есть какие-то известные, описанные трансмиссии и так далее, но тем не менее, каждая экономическая система уникальна. Где-то более развитая инфраструктура, где-то менее развитая инфраструктура, где-то развитый высокотехнологичный сектор один, у другой страны где-то развитый высокотехнологичный сектор другой. И поэтому мы не можем накладывать, предъявлять требования к таким программно-аппаратным комплексам, чтобы они работали одинаково. Это всё равно, что вот мы едем на автомобиле, и мы предлагаем повторить маршрут какого-то идеального, скажем, курщика. Но есть же какое-то «но», но мы можем её использовать. Но мы уже вплотную подошли к тому, что мы уже можем её строить и можем её использовать. На уровне экспертном мы уже научились достаточно точно пользоваться новым инструментарием и использовать новые возможности. На уровне экономико-математического формализованного обработки мы сейчас стоим только в начале этого пути. И все эти модели, которые мы ранее использовали, типа вот как модели Международного валютного фонда, Мирового банка, которые рассматривали достаточно эффективно те или иные моменты, мы сейчас говорим, что мы уже ушли немножко дальше. Потому что в том числе и внезапные кризисы, вот такой кризис, как в Китае, его тоже можно назвать в какой-то степени чёрным лебедем, если бы мы пользовались предыдущими, относительно новыми, но предыдущими моделями, где они показывают относительно всё-таки равномерную динамику. А здесь мы с вами даже в этой студии прогнозировали за два года до наступления этого вот внезапного обвала, этот внезапный обвал, и поэтому мы уже не можем говорить, что это вот по Николасу Талибу, что это чёрный лебедь. То есть он для нас был всё-таки и обвал, но всё-таки ожидаемый обвал, и мы просто проверяли с вами те модели, которые мы обговаривали ещё ранее. Почему Китаю так и не удалось избежать кризиса, и какова дальнейшая его судьба? Об этом мы сегодня общались с Игорем Макаренко из Института эволюционной экономики. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулебаб и специально для Дукаскопи ТВ из Киева. Субтитры подогнал «Симон»